Представим ситуацию, у вас возник вопрос, вы его вводите в поисковую строку и среди результата выбираете два приглянувшихся из разных источников. Первый – это блогер с аудиторией числом десятки, а то и сотни тысяч подписчиков. Второй – официальный сайт научно-исследовательского института вакцин и сывороток. А вас как раз интересуют, скажем, составные части и производные материалы современных вакцин. Но на сайте эксперта все написано скучным и сухим научным текстом. Жаль. Так вот, кого же выбрать – блогеров или экспертов? Конечно, это противостояние можно игнорировать, сделать вид, что такой почти что классовой борьбы не существует. А можно попробовать эксперимент с любой темой. И у вас всегда будет дилемма – слушать блогеров или экспертов. Каждый конкретный запрос приводит человека к сотням и тысячам мнений. Тикток, ютуб, блоги на различных платформах. Одни пишут тонны текста, другие снимают часовые передачи, а кому-то достаточно и минутного видео в инстаграм. Это полномасштабная война за умы людей. Наше сражение станет легендарным. Противостояние развернулось и на других фронтах – очереди в магазинах, общественный транспорт, разговоры в гостях и на работе. Почему блогеры побеждают? Они сумели выйти за пределы интернета в реальный мир. Это главный символ победы блогеров, обывателей над наукой. Ура, победа! Вы когда-нибудь слышали, чтобы люди в живой беседе цитировали члена Академии наук? Нет. Или автора вузовских учебников? Нет. А те же самые люди упоминают ли они народных знатоков истории, политики, биологии и медицины? Наверняка. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Когда человек осознанно повторяет чьи-то слова, он бесплатно рекламирует конкретных блогеров или целые пласты идей. Светит ли такое счастье официальным экспертам? Ведь влияние науки часто ограничено специальной литературой, журналами и телевидением. По сравнению с интернетом, сегодня эта сфера влияния не имеет особого могущества. Ты недооцениваешь мою мощь! Может, им стоило бы захватить свою нишу в интернете? Завоевать авторитет, контактируя с обычными людьми? Пока наука проигрывает в батлах за умы. Причин много, и не все они очевидны. Допустим, у нас есть тема колонизации спутников Юпитера, а это на минуточку 79 планет. Предположим, что в научных кругах давно вынашиваются планы, что в этих местах люди рано или поздно начнут строить целые города. Теперь представьте академика по имени Степан Владимирович Хокин. Совпадение? Не думаю. Который активно пропагандирует такую тему на государственных телеканалах и даже предлагает печатать это в школьных учебниках. А теперь представьте, свершилось чудо. Ролики с выступлениями ученого начали просачиваться и на YouTube. И эта тема приглянулась ютуберу по имени Женя Базаров, число подписчиков которого приближается к 100 тысячам. Популярный блогер не любит науку и все за умное. Он считает, что такие размышления слишком оторваны от реальной жизни. Как только я узнал об этой новости, то сразу же захотел проверить информацию, но делать этого не стал. Нетрудно догадаться, что он начнет громить идеи Хокина, выискивая слабости в каждом аргументе. Нюансы. Нюанс первый. Базаров умеет объяснять все простым народным языком, умело подбирая приемы для влияния на публику. Он будет говорить коронные фразы вроде «задумайся», «вникни в это», «ты им веришь». А гениальный Хокин умеет говорить только четкими формальными или глубоко научными фразами, суть которых не до конца понятна обычному гражданину. Оттуда уже как физический лист, деферифицируем всю сумму и в трех равных долях в Швейцарии все шесть лямов от метра. Что? Нюанс второй. Базаров обладает бытовой хитростью и смекалкой, которая компенсирует недостаток научных знаний. Он знает лайфхаки для не совсем честного продвижения своих роликов. А Хокин даже не задумывается о таких вещах. Нюанс третий. Хокин представляет официальную науку, а значит, по умолчанию ассоциируется с государством. Да ладно! Он получает зарплату и всякие бонусы из бюджета. А значит, в глазах оппозиционно настроенной публики его легко можно выставить иждивенцам, которые фантазируют, существуют на деньги налогоплательщиков. В то же время Женя Базаров, как говорится, self-made – результат самообразования. К тому же он всегда работал на самого себя и не был зависим от государства. Базаров, в отличие от оппонента, социально близок к своим подписчикам. I still love you! Нюанс четвертый. Блогер часто говорит о бедственном положении народа. Естественно, здесь он говорит очевидную и весьма болезненную правду. Да, блогер легко сможет высмеять проекты полетов на Юпитер. Более того, он может сделать ставку на то, что такие проекты колонизации Юпитера – это преступления на фоне тотальной нищеты. А че так можно было, что ли? Нюанс пятый. У блогера есть жизненный опыт, которого у Степана Хокина никогда не было и не будет. Базаров служил в армии, сидел в тюрьме, работал на северной вахте. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Он уверен в том, что надо колонизировать не Юпитера, а Тунру и Тайгу, которые он видел собственными глазами. В отличие от Хокина, который никогда не бывал на Юпитере. Нюанс шестой. Неравенство статусов. Стоит ли говорить о том, что публика Базарова, вероятно, несет в себе все основные черты традиционного общества? Ютубер легко сможет сыграть на эйджистских настроениях. Например, намекнет, что Хокин слишком пожилой для работы науки. Он подведет их к мысли о том, что академику надо ходить в поликлинику, играть в нарды с соседями и вообще уйти с экрана. Мы вас вылечим. Алкоголики – это наш профиль. Или напомнить, что фанаты Хокина – это школьники и студенты, которые вместо дискотек читают заумные статьи про космос. Ну, а Женя Базаров – зрелый мужчина. С точки зрения традиционного патриархального общества он самый полноправный его член. С этого дня я всего на свете член. Два. Нюанс седьмой. Базаров наверняка использует железный аргумент насчет отсталости отечественной науки. Или, напротив, любой перспективный научный проект требует или совместную работу с западными учеными, или западные денежные гранты. Базаров здесь легко сыграет на патриотических чувствах. И вот Степан Хокин уже проиграл, хотя еще не знает об этом. Россия! Россия! А государственные чиновники наверняка мониторят такие вещи и уже посмотрели разгромные видеоблогеры и задумались о том, чтобы отказаться от безумных проектов ученого. Ну нахер. Отец! Победа по всем фронтам. Какой ценой? Кто-то посмотрит ролик Базарова на смартфоне и выскажется на всю маршрутку. Весь подъезд в грязи, стены все расписаны, а они на Юпитер собрались. Какие последствия? Блогеры типа Базарова убедятся в своей правоте, как и их зрители. Так ли это все плохо? А теперь заходим с другой стороны в этой ситуации, видим вот что. Обилие блогеров, делающих ставки на псевдонаучные и антинаучные вещи, обесценивают собственные трендовые мнения. В условиях жесткой конкуренции выживут или блоги упорных фанатиков, или суперпопулярные блоги с максимальным числом зрителей и просмотров. Мы все умрем! К тому же блогеры не обязательно должны рассказывать откровенно антинаучные вещи. Они могут заботливо разжевывать научные материалы, пересказывая их простым языком. Блогеры и эксперты могут жить в гармонии, взаимно дополняя и уточняя друг друга. Кто знает, возможно, скоро появится тиктокер под ником Степа Хокин 2.0, способный убедить обывателя в важности такой интересной темы, как колонизация спутников Юпитера. И, конечно, в таких условиях борьбы все шансы есть у тех ученых, которые способны адаптироваться к условиям нового медиарынка. Во-первых, появляются ученые-универсалы, разносторонние настолько, что они могут быть одновременно и кабинетными экспертами, и популярными медиаличностями. С медициной это уже происходит прямо на наших глазах. Во-вторых, появляются ученые с особой специализацией, популяризаторы науки. Это разделение труда, без которого невозможна рыночная экономика. А кого бы вы выбрали, блогера или эксперта? Жду ваших ответов в комментариях. До встречи!